Иглоукалывание, массаж, гуаша, простановка банок. Здоровье начинается с традиционной китайской медицины. Тайны китайских докторов. Денис, Рано, давайте вместе посмотрим на экран. Посмотрите, это инструмент для экологической терапии. Она имеет особенности, если не нужно принимать никакие лекарства и не надо сделать иголки. Но, однако, она имеет лечебный эффект. А скажите, просто раньше вам сделали моксотерапию? Нет, мне не делали, но раньше мне предлагали купить для отца такой электронный вариант моксотерапии. Не знаю, хороший ли это вариант. А Денис? Я когда-то в аптеке видел, но не знаю, есть ли хороший эффект от них. А наша сегодняшняя дема – моксотерапия. Давайте пригласим доктора Чанг Баусин, который работает в отделении профилактики Госпитера номер один при Университете традиционной китайской медицины. Сегодня мы расскажем про необычный для вас, но традиционный для китайцев способ лечения – моксотерапия, прижигание, прогревание полынными сигарами или моксами, метод лечения, доказавший свою эффективность в течение нескольких тысяч лет. Уже в Древнем Китае и на Востоке вообще эту процедуру применяли для изгнания недуга, прижигая болезнь, как говорили врачи древности. Суть терапии в таком своеобразном прижигании моксами, которые ставятся на определенные точки. В зависимости от разных задач выбираются соответствующие ингредиенты, например, молодые корни различных растений, белая горчица, чесночная паста и так далее. На самом деле моксотерапия является чудесным методом лечения. Насколько я знаю, что она подразделяется на два вида – лекарственная моксотерапия и пластырь моксотерапии. Лекарственная – это значит в моксы добавляют лекарства, да? А что такое пластырь моксотерапии? Ну да, верно. И при каких обстоятельствах применяется лечебная моксотерапия или пластырь? Денис, это очень хороший вопрос. Давайте узнаем у доктора. Пластырь вы можете применять самостоятельно, в отличие от так называемых сигар. Тлеющая сигара фиксируется в специальном деревянном домике, устанавливается на теле. Во время сеанса ощущается тепло, приток крови и энергии к больной области. Место и длительность установки определяет врач после диагностики. Как правило, сигару устанавливают на активные точки, а также места спазмов, болевые участки в позвоночнике и суставах. В волокна для моксотерапии добавляются китайские травы, которые могут активизировать кровообращение и рассеивать застой крови. Тепловое воздействие на точки аналогично иглоукалыванию, активизирует ток крови и энергии ЦИ по меридиану, улучшает кровоснабжение органов и суставов, наполняя теплом весь организм. Дым от сигары оказывает благотворное влияние, так как полынь обладает дезинфицирующим, успокаивающим и расслабляющим действием. На самом деле в проценте речения имеется много методов у моксоприжигания. Давайте сначала посмотрим на экран, что за первый способ. Моксоприжигание на имбире. Я знаю, я видела, то есть когда кладут сначала такой пластик имбиря, а сверху ставят палочку для моксоприжигания. Но я не знаю, зачем так нужно делать. Да, верно. А есть ли от этого положительный эффект? И при каких заболеваниях проводится моксоприжигание на имбире? Это очень хороший вопрос. Давайте послушаем доктора. Один из самых эффективных методов моксоприжигания – это терапия с использованием имбиря. Этот продукт содержит в себе множество полезных веществ и особенно хорош для улучшения кровообращения. Итак, алгоритм процедуры следующий. Мы кладем тонкий ломтик свежего имбиря толщиной 2 мм со специальными отверстиями в центре на избранную иглоточку. Затем накладываем на него полынный конус и поджигаем для избавления от патогенного холода. Самыми распространенными являются моксы, изготовленные из горькой полыни. Они используются при болях в желудке, для заживления ран и вытягивания гноя, в борьбе с паразитами и проблемах с кишечником, при лечении печени и почек, как обезболивающее и кровоостанавливающее средство. Кроме того, моксоприжигание с солью также является очень действенным способом лечения. Это один из видов непрямого моксоприжигания. Кладут слой чистой поваренной соли на пупок, а на него ставят полынный конус. Такое бесконтактное прижигание помогает отлично справиться с болезнями желудочно-кишечного тракта. Хорошо, давайте дальше посмотрим еще, какой способ есть. Моксоприжигание на аконите китайском. А что это такое аконит? Это тоже какая-то китайская трава такая? Ой, я тоже не разбираюсь в этом вопросе. Давайте вместе послушаем доктор Чан. Один из самых эффективных и популярных ингредиентов, из которых создаются сами моксы, это обработанные молодые корни растения под названием аконита карминхель. Сначала корни растения высушивают и толкут, чтобы они приняли вид порошка. Затем добавляют воду и равномерно перемешивают. Затем придают им форму блинов толщиной 0,5-0,8 сантиметров. Моксоприжигание осуществляется на определенных точках. Особенно хорошо помогает такой вид моксотерапии при нарушениях менструального цикла и иных женских заболеваниях. У меня вот возник вопрос, можно ли осуществлять моксоприжигание палочкой для моксотерапии, то есть не прикладывая имбирь и китайские травы? Денис, конечно, можно. Однако нужно быть внимательным, чтобы не получился ожог. Ведь зажигаемые палочки имеют высокую температуру. А для лечения каких заболеваний и каких типов организмов подходит такой непосредственный метод прижигания? Ой, Лана, это очень хороший вопрос. Давайте вместе узнаем у доктора Чжан. Существует прямой и непрямой метод моксотерапии. Прямой метод предполагает поджигание моксы непосредственно на теле. Следовательно, проводить её может только хорошо обученный специалист. При непрямом методе мокса находится на определенном расстоянии от тела. Как правило, это 2-3 сантиметра. Этот метод легко применять самостоятельно. Не рекомендуется моксотерапии для беременных и тех, у которых имеются язвы или повреждения кожи, инфекционные заболевания, отравления различного происхождения, опухоли, психические нарушения тяжёлой степени. Кроме того, следует обратить внимание на контроль времени процедуры и на каких точках осуществляется прижигание. Регулярно прижигая акупунктурные точки, человек будет жить долго, находясь в отличном душевном и физическом состоянии. Ещё древние целители говорили, что при сгорании целебной травы выделяют чудодействующие силы, которые освобождают организм от негативной информации болезней. Эффективность моксотерапии проверена уже не одним поколением. И, как показывает практика, она действительно работает. Мы так много узнали о моксотерапии. Вот во время этой процедуры образуется очень много дыма, есть резкий запах. Я хотела бы спросить, это очень вредно для здоровья? Да, Лана, на самом деле дым от моксотерапии является легарством на основе функции активизации кровообращения и рассеивания застоя крови. И можно сказать, что дым от моксотерапии имеет очень лучший эффект для повышения имени деда. Поэтому со временем древнего Китая люди уже собрали листья болезни для моксотерапии. Дело в том, что они имеют лучший эффект для укрепления здоровья и не имеют никакие побочные эффективности. Ну вот мы говорим об этом, я сразу вспомню. Сейчас на рынке уже продаются электронные моксы, то есть при моксотерапии нет дыма. А от них эффект лучше или хуже? Это очень хороший вопрос, но я не разбираюсь в этом вопросе. Давайте вместе послушаем доктор Чан. На рынке продается множество инструментов для моксотерапии. Среди них самые встречаемые — бездымные моксы. Однако в традиционной китайской медицине используются, наоборот, дымные моксы. Моксотерапия может эффективно лечить простуду, грипп и укреплять иммунитет. Этот метод влияет сразу на несколько факторов. Устраняет застойные явления в органах, крови и лимфи, напитывает теплом, давая органам и клеткам запас тепла для защиты от внешних воздействий в холодных условиях, активизирует выработку интерферонов, природного антибиотика, регулирует гормональную и эндокринную систему. Спасение для тех, кто постоянно мерзнет в холодное время года и страдает от холода в конечностях. Доказано, после одного курса из десяти процедур, пациент начинает чувствовать внутреннее тепло в любое время года. Также моксотерапия помогает при болезненной менструации и других гинекологических проблемах, при анемии, неврологических заболеваниях, бессоннице, заболеваниях суставов, болевых ощущениях в коленях и локтях, заболеваниях органов мочеполовой системы, депрессии и меланхолии и даже при эпилепсии. При сжигании моксой полыни оказывает ряд положительных эффектов, стимулирует психоэмоциональный подъем, благоприятно воздействует на пищеварительную систему, способствует регенерации кожи и кислородному обмену, прибавляет поток энергии, которая несет ответственность за оздоровление, поддерживает потенцию, обладает эффектом обезболивания, ранозаживления, тонизирует, успокаивает, имеет антисклеротическое действие, восстанавливает утраченные функции всех органов, систем, тканей, способствует нормализации артериального давления, кровообращения, обладает антисептическим и противовирусным действием. Прогревание точек рекомендуется также проводить пожилым и ослабленным пациентам, а также детям. Давайте дальше посмотрим нашу группу ВКонтакте. Какие вопросы есть у территорителей? Давайте посмотрим, что за первый вопрос. Итак, у нас есть первый вопрос. Добрый день. Я слышал, что при помощи моксотерапии можно осуществлять профилактику и лечение разных заболеваний. Оказывают ли моксопережигание укрепляющие эффекты в отношении здоровья? Денис, это очень хороший вопрос. Давайте вместе послушаем доктора Чан. С повышением уровня жизни и развитием общества всё больше людей обращают внимание на сохранение здоровья. В настоящее время профилактика важнее, чем лечение. И это правило также действует и в моксотерапии. То есть вы можете проходить процедуру в качестве профилактики. В этом случае обычно осуществляется массаж на точке Цзу-Сань-Ли. Это укрепляет общее здоровье и повышает жизненные силы. Моксотерапия — особая техника лечения, применяемая восточными целителями. Правильно подобранная комбинация процедур даёт возможность получать желаемый эффект уже через 7-10 сеансов. Давайте дальше посмотрим, что за второй вопрос. Второй вопрос. Добрый день. Всем известно, что после гуаша и простыновки банок нельзя сразу же мыться. На что нужно обратить внимание после моксотерапии? Давайте вместе послушаем доктора. После моксотерапии рекомендуется употребление кипятка или зелёного чая. Кроме того, после сеанса нужно чистить кожу во избежание раздражения. При проведении моксотерапии не рекомендуется употребление алкоголя. А вообще моксотерапия — это совершенно безболезненная и во многом приятная процедура. В результате воздействия теплом от моксы на определённую точку происходит уменьшение болевых ощущений, повышается устойчивость организма к стрессам, снимается усталость и улучшается работоспособность. Именно поэтому здесь очень важен правильный выбор точек, а также продолжительность сеанса моксотерапии. Кроме того, в результате такого воздействия нормализуются обменные процессы, из организма удаляются бактерии, вирусы, а иммунитет укрепляется. Мужчины после такой процедуры отмечают улучшение потенции. Женщины чувствуют себя более молодыми и привлекательными. Кроме того, воздействуя на точки ответственное застарение, можно замедлить этот процесс. На этом наша сегодняшняя интерпретация завершается. Попокадаем доктора Джан за то, что сегодня он подробно рассказал нам о моксотерапии. Если у вас возникнут вопросы, вы можете посетить наш сайт и оставьте все вопросы там. Либо позвоните нам по номеру, указанному на экране. Мы будем очень рады ответить всем. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. До новых встреч.